Добрый день, уважаемые товарищи, дорогие друзья! Весь 20-й век прошел в борьбе труда и капитала. Труд породил Великий Октябрь и Союз Советских Саталитических Республик. Труд создал народное государство, где рабочий, крестьянин, учитель, врач, инженер, ученый и военный определяли судьбу страны и суть ее политики. Труд создал лучшую социальную систему наук и образования. Наша страна, будучи советской, трудовой, давала каждое третье мировое изобретение в мире. С нашей страной считалась вся планета. Труд сумел справиться и разгромить фашизм, первым прорваться в космос и создать ракетно-ядерный паритет. Слава труду, слава рабочему человеку, слава социализму! Ура! Капитал породил две мировые войны, в которых погибло почти 100 миллионов человек. Капитал создал фашизм, который как зверь рвал человечество на части для того, чтобы отстоять толстосумов и их несметные капиталы. Капитал сумел создать терроризм, который сегодня, по сути дела, терроризирует всю планету. Капитал снова угрожает войной и насилием. Мы все сделаем, чтобы снова победил социализм. Ура! 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 Молодые люди, хочу вам напомнить, что Ленину было всего 25 лет, когда он сел за выдающейся работу о развитии капитализма в России. Три года трудился он над этой книгой, уникальной работой, которая раскрыла суть капитализма и показала судьбу России на многие годы вперед. Он проанализировал 500 источников, где с точностью, как математик доказал, что у нас капитализм будет подчиненный, периферийный. Что буржуи Лондона, Парижа и Нью-Йорка будут диктовать условия для промышленности и сельского хозяйства Российской империи. Что они обязательно втянут в нашу страну Первую мировую войну за интересы банкиров Лондона, Парижа и Нью-Йорка. Так случилось в истории. Нам никакого смысла не было лезть в эту мясорубку, когда главные хищники-капиталисты схватились за передел мира. В этом переделе сгорела Российская империя. Гений Ленин заключался прежде всего в том, что он сказал, что ни в имперской форме, ни в форме националистического государства Россия никогда не возродится. Она возродится, когда труд, справедливость, дружба народов и гуманизм будут управлять страной. И полумертвая распавшаяся империя, находящаяся в африканском состоянии, за считанные годы поднялась к вершивам индустриальной мощи образования и науки. В этом гений был ленинско-сталинской модернизации. В этом был великий порыв труда, великий порыв знаний, который позволил форме советской страны создать уникальную цивилизацию на земле. Вы должны гордиться нашей великой советской родиной. За тысячу лет именно труд, советская власть, народная власть сумела создать государство, которое стало первым в мире по всем главным показателям. И в технике, и в науке, и в образовании, и в социальной сфере, и в поддержке детей, женщин и стариков, где реализуется гуманистическая сущность государства. В 91-м, когда эти идеалы были преданы и проданы, Горбачевской, Ельцинской и Камарилии все и посыпалось. Как молодым людям, хочу вам напомнить, 25 лет продолжается капиталистический эксперимент на наших просторах. Мы потеряли 80 тысяч заводов и фабрик, разгромили 48 тысяч колхозов и порушили целые базовые отрасли производства. Мы уходили в тройку самых образованных, самых сильных, самых безопасных стран мира. Мы по всем показателям откатились назад. Если перелистать страницы, 93-й год, расстрел парламента советской власти, потому что Ельцинско-Чубайсковская свора понимала, не расстреляв советскую власть, она не распродаст по дешевке все, что принадлежало народу и вам, молодые люди. 98-й год дефолт, обрушили все финансы и, по сути дела, чуть не похоронили страну. Лишь левоцентристская политика, коммуниста Маслюкова, талантливого прагматику управленца Примакова и талантливого банкира Герасченко оттащила страну от края пропасть. Дождь золотовалютный просыпался, но не построили ни целые отрасли новые, не создали ничего светлого. С 2008 года почти 10 лет снова в яме. В чем цена выбора предстоящих выборов? Это важнее, чем 41 июнь и 91 август. Почему к вам обращаемся? Если бы 5 лет назад Единая Россия, которая сумела сколотить и забрать свою фракцию, не получила большинства, мы бы не корчились сегодня в этих муках. У нас бы не было бандеровской власти на Украине. У нас надовцы не проводили бы учения по границам. У нас каждый молодой человек имел бы возможность бесплатно получить образование вплоть до высшего и первое рабочее место. Еще в 2012 году темпы были в ВВП 3,4%. За 4 года рухнули до минус 3 и 4 и продолжают обваливаться. Если бы хотя бы 3% роста экономики удержали, у нас было бы дополнительно продукции произведены на 88 триллионов рублей. Это в бюджет попало бы 35 триллионов, два нынешних бюджета. Тогда бы не кончились старики в муках, не росли бы цены, не богатели бы богачей, а богател бы народ. За прошлый год капитал увеличил свои прибыли на 42%. Они орут кризис, кризис у простого человека, у крестьянина, рабочего, кризис у пенсионера, который получает жалкую пенсию, кризис у детей войны, которых бросили на произвол с пенсии 10-12 тысяч. А эти деньги обесценились двое у каждого. Поэтому мы предлагаем свою программу, программу обновленного социализма. Она принята нашей командой. Мы с этой программой идем на выборы. Мы просим вас не просто поддержки. Если вы откликнетесь вместе с родителями, придете 18 сентября, мы можем создать как минимум противовес этой политике, которая убережет страну. Мы должны все сделать, чтобы государственно-патриотическое большинство во главе КПРФ получило и большинство в местных парламентах и Государственных Думах. Обратитесь ко всем, обратитесь ко всем. Мы должны вместе прийти, проголосовать и защитить свои голоса. Лишь дружное участие всей трудовой России, всех трудящихся позволит нам снова возродить великую державу. Повыдя по пути американизированного капитализма, этой бандократии нас ждет такой же крах, как ждал Первую мировую войну, в которой спалили Российскую империю. Обновленный социализм, справедливость, дружба народов, уважение к человеку труда – вот главные ценности на земле. Это ценности социализма, советской власти, это глубинные ценности нашего великого многонационального народа. Вперед победам социализма! Ура! Субтитры создавал DimaTorzok